Беларусь пропонует Национальная белорусско-оптово-розничная выстава «Кермаш Беларусь пропонует» — это долготерминовый проект. Под его до 2025 года передадена территория комплексу «Аурора» в российской столице площадью 60 тысяч квадратных метров. Выстава позволяет субъектам господарения не только выставлять свою продукцию, но и постоянно працевать у розницу и оптом. Махчамости наибойнейшей в свете пляцовки айчинных товаров у Гомеля представили члены Республиканской конфедерации предпринимательства. На встречу запросили представников мясовых уладов, державных предпринимателей и бизнесменов. Выстава «Кермаш Беларусь пропонует» открыта для всех. Свою продукцию на ее могут представлять как буйные холдинги, так и индивидуальные предпринимательники. Все смогут показывать и продавать товары, заключать сделки, развивать сетку дилеров и пастушчиков. Для удельников так само створены льготные умовы по аренде площадок. Мы очень благодарны Республиканской конфедерации предпринимательства за предоставленную возможность поучаствовать на их площадке. Я думаю, что наши предприятия, особенно производственные сферы, это и малые предприятия, и средние предприятия, и крупный бизнес найдет для себя новые возможности с наименьшими затратами, с наибольшей эффективностью позиционировать себя на новой созданной площадке. До речи Республиканская конфедерация предпринимательства высоко оценила узровень бизнес-климата у нашем регионе. Почас презентации старшиня президиума конфедерации Владимир Карагин узгадывая выники республиканского конкурса, який эта структура все лета проводила. Гомельская область, город Гомель и Октябрьский район были признаны лепшими Украине для ведения бизнеса. Журы оценивала колькость иснующих субъектов малого и среднего предпринимательства, объемы промысловой вытворчасти, сумму податков, якая трапляет их деятельность у бюджет. У вынику Гомель тройче лепше. Исполком, руководство области, руководство районов, им удалось лучше интегрироваться. Вот смотрите, самые интересные, эффективные бизнес-форумы тоже проводятся в Гомеле. Есть возможность у нас сравнивать, где идет для галочки, а где идет для реального результата. Здесь есть результат. Вот почему жюри вполне объективно оценило, что Гомельская область в этом году уже в третий раз признается лучшей областью для бизнеса Беларуси. Настасья Кушинская, Михаил Рабко, Утель, Радо и компания Гомель. В протяге темы развития предпринимательства и поширения деловых совязей. Зараз у Гомеля с визитом находится делегация Словакии. Сегодня в областном отделении Белорусской гандово-промысловой палаты ее представники провели семинар для деловых колов Гомельщины. Спикеры представили свой опыт ведения бизнеса и рассказали про умовы формирования белорусского предпринимательства на Словацкой территории. На встрече побывала Ганна Ковалева. В опыт Словакии у створения рыночного сяродя стал доступным представникам малого и среднего бизнеса Гомельщины. Кировництво Жилинского отделения Словацкая гандово-промысловая палаты особисто прибыла в Гомель, ка провести ответный семинар. Замежные гости не только представили свои достижения, но и рассказали про то, каким образом и наши бизнесмены могут успехово вести бизнес в Словакии. На каких умовах это махтима, яки истнуют пошлины виды подрынки белорусских экспортеров на Словацкой земли, отказанных этой пытанне и стали головным с местом хуторки. Сегодняшний семинар очень радует тем, что это малый и средний бизнес. Нам бы очень хотелось, чтобы контакты малого и среднего бизнеса были активнее, чтобы они больше знали, словацкие партнеры больше знали о нашем бизнесе, наши бизнесмены больше знали о своих коллегах в Словакии. Поэтому это первый этап. Мы очень надеемся, что будет продолжение, что наши предприятия, малого и среднего бизнеса, предприниматели смогут принимать участие в аналогичных визитах в Словакию. Да раньше Словакия давно выходит в олик партнеры в Беларуси, с якими наладжены тесные гонлево-экономичные относины. Калежь сказать про нашу региону приватности, товарооборот гомишин из этой краины, только за первые три месяца 2016-го склау больше, чем 5 миллионов долларов. Сальда станучая поставки нашей продукции перевышают импорт словацких товаров. У такой ситуации замежные партнеры затекавлены у тым, как усталевать равновагу. Однако, разом с тым готовы разглядеть и новых поставщиков. Так, на этот раз, прибывши у нашу регион, представники Словакской гонлево-промысловой палаты выказали жадание наведать фабрику «Спартак» и предприемства в виноробной сферы. Мы смотрим в будущее, чтобы мы нашли партнеров взаимных между нашими предпринимателями и вашими. А это надо, как славянская идея, надо сотрудничать с славянами и помогать себе, чтобы наши экономики были сильнее. Мы видим у вас, ваша страна красивая, развивается, чистая. Качество ваших питаний, можно сказать, это пример хороший для Евросоюза. Это очень хорошие партнеры, очень активные партнеры, что нас радует. Очень мне нравится, что сегодня присутствует предприятие сферы туризма, потому что красивые страны у нас. И Беларусь, и Гомельская область, и Словакия, Жилина. Есть о чем говорить и есть возможность активизировать эту сферу. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телередо, компания «Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов влады протягивают свою работу. Завтра же хоры региона смогут звернуться с пытаниями до старшины областного совета депутата Олега Леонидовича Борисенки. Звонки принимаются по номеру у Гомеля 75-12-37, с 9-й годин раненцы и до 12-ти. У гэта шасс на пытание гамельчан откажет первый наместник старшины Гомельского гарвы конкама Павел Евгенович Павлов. Нумер телефона 75-19-84. Протягиваем выпуск. Сегодня в Гомельской областной клинической туберкулезной больнице отбылась встреча працованного коллектива с делегатами 5-го Всебелорусского народного схода. Перед своими коллегами-урочами выступили головный урож медустановы Александр Шираев и депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Олена Остапюк. И они поделились своими урожениями и рассказали о принятых по час ходу решениях. У приватности значная увага в ближайшие 5 годов будет нададено питание маховы здоровья и развитие материально-технической базы медицинских установ. Александр Шираев отзначил, что у гэтом на керунку областной туберкулезной больницы уже многое зроблено. Побудованный новый корпус, помешкание кого-то повидают самым строгим сучасным потребованиям. Что касается тех корпусов, которые, скажем так, еще находятся на стадии разработки проектно-спектной документации, то мы тоже это продолжаем. Мне приятно, что все наши мероприятия они совпадают с теми сроками, которые выделены в программе социально-экономического развития до 2020 года. То есть я надеюсь, что к 2020 году данные мероприятия должны быть выполнены. По словам головного врача, до конца этого года в областной туберкулезной клиничной больнице плануясь прости на электронный запись и ввести электронные картки пациентов. Народжальность у Гомельской области за первое по годе 2016-го выросла на 4%. За этот период на свет заявилось больше 9 тысяч немовлят. Як означал начальник управления Аховы здоровья Гомельского облавоканкама Миколай Васильков, росту народжальности спрыяе множество факторов. В первую очередь реализация на узровне державы комплексу мер, накерованных на оборону материнства и дятинства. Великий уклад унесла и медицина. Так, например, отрымалося досягнуть аше большого снижения дитяшей смиротности. По выниках первого по годе по этим показчику Гомельщина стала лепшей у республицы. Рост народжальности становчиво отбился на натуральном сменшении насельництва. По воде статистичных дадзиных, прирост насельництва отзначен одразу у некольких населенных пунктах в области. У темлику у Гомеля, на Роле, Мазыры и в Жлобинском районе. У Гомеля плануясь переименовать 15 улиц. Отповедное решение одобрили депутаты на сессии городского совета. Размова идет про микрорайон Костюковка, який недавно долучили до областного центра. Назвы 15 мясовых улиц дублируют уже уяснующее у Гомеля. У ответственности с законом в одном городе не может быть двух одноименных улиц. Новые назвы по кульсу находятся у распроцовцы. Пропановывать свои варианты в городскую топонимичную комиссию могут и мясовые жихары. Установленные законодательством сроки топонимическая комиссия с учетом пожеланий и мнением проживающих на этих улицах внесет предложение уже на последующие сессии для того, чтобы мы смогли их утвердить. И этим самым в целом по городу Гомеля закончили нормализацию улично-дорожной сети. Международный взлет ветеранов боевых деньев и их семьев распочался сегодня на Гомельщине. Каля 200 воинов-интернационалистов из разных краин света в пятый раз собрались на Беларусьской земле. Под обязанностью наступного материала. Свою традиционную встречу в ветераны боевых деньев начали с ушанования памяти героев Великой Отчинной войны. Этот окенд былые воины-интернационалисты из Беларуси, России, Украины, Литвы и Эстонии проведут на Гомельской земле. У загородным лагеря воурочащий прибор их чекают три дни, насыщенные культурными и спортивными подеями. Распочинается программа взлету для кургана воинской славы с ускладания вянков и кветок и ушанования памяти головных оборонцев миру и незалежности. Солдаты они всегда больше всего выступают за мир, потому что они знают, что стоит, что такое война. Не смогли ветераны боевых деньев обмянуть и помник воинам-интернационалистам. Тут узгадываются былых сябров сослужилцев, чье житё оборвалось у горячих кропках. Заплячима у дельников пятого международного взлёту боевые дейни у Афганистане и иншие локальные войны. Подчас устречи на Гомельщине боевые сябры будут узгадывать тяжкости службы, загинувших сябров и радоваться, что сёня яны разом на мирной земли. Основная такая идея это, наверное, народная дипломатия. То есть посмотреть, ведь время идёт, на сегодняшний день уже более 25 лет, как вывели войска с Афганистана. Посмотреть, как люди живут, какие проблемы у наших, как говорится, боевых людей. Ну и, конечно же, где-то посоревноваться, где-то вспомнить те афганские песни, которые есть. Настася Кучинская, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Телерадио Компания Гомель. Сегодня 75-годовый юбилей отзначили у войсковой части 63-604. Она была утворена маля дразу после начала Великой Айчинной войны с метой за обеспечением Заходного фронта техникой и зброей. Первые боевые действия на территории Беларуси показали значность бесперебойных за обеспечением войск узброением. В липени 41-го было принято решение обстворения додатковых полевых складов. Один из них был размешан на станции Крапивинской о Смоленской области. Далее его место дислокации не одноразово изменялося. После закончения войны склад реорганизованный у артиллерийскую базу и перенесенный на территорию сучасного Новобелецкого района у Гомеля. Зараз войсковая часть 63-604 займается заховыванием а так само ремонтом техники и зброи. С нагоды юбилея тут вырешили организовать день открытых дверей. Наведвальникам больше уколка сяких склали дети пропоновали экспозицию ретро-техники и сучасных узброения. До того ж гости войсковой части смогли поспробовать соправдную солдатскую кашу. С начала Великой Отечественной войны конечно роль технического обеспечения была огромна поэтому была эта создана часть она не боевая то есть занимается обеспечением ракетно-ракетным вооружением и в настоящее время войск соединений воинских частей вооруженных сил Республики Беларусь. Сегодня у Гомеля завершила работу первая смена профильного военно-патриотичного лагера курсант ты. Пятый год за порвен сбираю у Гомеля детей которые отцовцы Беларусского Державного Университета Транспорту 25 подлетков с разных кутков Гомельской области на протягу 9 дн зиме займалися опытные педагоги и психологи представники силовых ведомств программа лагер включала комплекс спортивных познавальных и развивающих мероприемств головная мета проекта одорвать школьников от улицы и компьютера научить працовать у команде первые дни конечно же скажем так у нас были неформальные лидеры которые пытались повести за собой всех ребят но то что самая главная задача была это вот сплочение коллектива и работа в едином коллективе ну мы миновали наверное разных неприятностей как означают сами удельники за час работы лагеря яны стали соправными сябрами и будут подтримливать знаемство и удалейшим против друг друга соревновались да интересно было вчера ходили в этот васвод васвод там метали круги получали грамоты значки на лодках плавали и сами купались подчас церемонии закрытя прошло урочисто узнагороджение его удельников развитальным подарунком от хлопцев стал танцевальный флешмоб яки яны подряхтовали за гэты 9 джон другая змена лагеря курсанты пошне свою работу 18 липеня до 33 градусов тепла чекается у регионе на выходных як поведомили у областным гидрометая центры у ближайшие сутки будет переважно без опадков ветер неустойливый 2-7 метров за секунду температура по ветру у ночи складе до 15 у день до 28 градусов неделя будет еще больше спякотной у ночи прогнозуется до 20 у день до 31 местами до 33 градусов в особных районах пройдут краткочасовые дожжи и на вольнице у понеделок 18 липеня у регионе прогнозуются мостные дожжи макшимы град поколь же нагадаем что в связи со спякотным и сухим надворьем наведывание лесов заборонено маль на всей территории региона за выключением Бетковского Добрыжского и Житковецкого районов Гэта инша новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуске завершенный у студии працавал Явген Паблавец Усяго доброго и до встречи у эферы